всем привет ребят доброе время суток еду получать автомобиль другой сменились у меня сменился автопарк так скажем фирма 1 этажина автопарк поменялся теперь буду выезжать чаще за пределы республики беларусь человек ушел на пенсию с российского отдела вот мне дали его машину сейчас посмотрим каком она состоянии что-то предстоит на ней делать как надолго все эти процедуры затянутся еду нам на базу на место стоянки делали сейчас припаркуемся и пойдем смотреть транспорт так ну вот ребята автомобиль сказали нуждается в ремонте нас обойдем ее по кругу догнали ее в хвост вижу тент порваны сверху между прицепом и машины так на крышный счет крыши надо уточнить сдвижная вот то что у нас задним бампером так на крышный счет крыши надо уточнить сдвижная она тут или уже не функционирует механизм распорка закрутить надо или заклепать на одной клипсе держится здесь она вообще развалилась тент вроде целый сейчас не определишь пока дождь не пойдет бежит он где-то по углам не бежит доски на месте так ничего и не сделаем наверное сам бампер возьмем говорит бампер приехал уже поменяю просто все открывается ребята вообще завесы на смазать это воротина руками надо открывать так что здесь похоже что крыша действующая съезжает ну видите как ворота толкаешь она в положении вот это же становится все эти завесы в одышке пробрызывать подъем машину протектор тут еще нормально баки большие заметил полторы тонны получается где-то два бака но общая имею ввиду общий объем полторы тонны запаска нормально но резина тоже на прицепе хорошая с правой стороны ящики ящики навалено тут все подряд адр ботинки эти трещотки коврики скользящие еще одна запаска от остатки фонаря валяются короче жесть так выглядит пульт управления пневмоподвеской коврик порванный отсюда кусок который обшивка вот такая сиденье матрас короткий какой-то неполноценный потолок вообще черный весь какой-то непонятно в чем все ручка отломана смотрите какое все да ребята машина конечно состояние это верхний спальник что это такое было здесь я не знаю потеки сверху какие-то ящиков такое состояние всего такое состояние всего тут тоже весь матрас ну что ребята сами все видите без комментариев в общем вот кабина большая хорошая но нужно приводить ее в порядок тоже дверные карты замученные холодильник вот здесь вообще отгнил дверь не таляется просто так вообще рабочая отломан завесту кто ее не делает в машину сейчас зашел узнал говорю есть запчасти говорит есть запчасти но вот этого нету сказали заменить ее мыть конечно чистить надо я сегодня к вечеру спрошу может я домой отогнать и сейчас будем потихоньку разбирать менять то что есть в наличии отжал подушки чтобы бампер на уровне глаз был нужно было подлезть все здесь открутить ну так ребят ну что открутил я фонари зальнего хода кое-как здесь крепление целое оставился на втором фонаре вот так вот перекошен снял два фонари номер так сейчас знак автопоезда снимем ну и буду дальше разбирать ну вот вот так вот выглядят внутренности в общем электро подводы электро фонарям пообязал я хомуты сейчас побрызгал ВДшкой вот это идет подсветка номера с этой стороны рожки вот здесь запитаны сейчас хочу пригласить электрика чтобы обрезал так как ему удобно подсоединить эту же подсветку номера к другому бамперу она запитана напрямую без фишек сразу к электромагистрали вот изнутри или изнутри он их отсоединит или с этой стороны обрежет тоже пускай сам разбирается я туда не полезу мне сейчас нужно открутить бампер вот здесь два болта и вот здесь два болта откисаю пока будем откручивать так ну в общем вот так ребят бампер снят все запчасти тут ну и здесь проводка с распределительной коробкой все помечено уже где что на подсветку на рожки на фонари на задний ход дополнительный чтобы потом было понятней все подсоединять ну сейчас начну выравнивать этот кронштейн вот он согнутый вот так и буду вешать новый бампер пойду скажу возьму ну вот ребят как то так фактически конечный результат осталось подсоединить электрику все рожки здесь знак автопоезда его нету на складе вот такого треугольничка тоже потом в процессе поставил противотуманку такую уже дополнительную та была разбита вот она корпус лопнувшее стекло там тоже слава богу оно на складе было останется подсоединить фонари подсветку номера задний ход рожки ну и все и машина готова заняло мне это три с половиной часа машина проставила две недели так ребят пригнал я машину домой чтобы ее качественно очистить решил снять вот верхний спальник чтобы был доступ к этому всему ну и самое главное на матрасник постирать он так просто не снимается нужно расстегивается замочек вот так по периметру и он с обратной стороны здесь прикручен креплением самого матраса самого верхнего спальника так что ребята разбираем на кто бы требует разбирать здесь головка на 12 нужна вот отстегнул я его с верхней части на 14 головок вот 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 происходит здесь фиксация вот вот такой взор предстал перед глазами так ну и верхний заметил вещевой ящик тоже держится на этих болтах которые держат ленты для фиксации верхнего спальника дела ребята сейчас покажу ну и вот вот там ну матрасник такой сейчас его в стирку отправим на вот как ребят ну процесс идет прибрался я вещевых бомбуленках снял обшивку с дверей постирал верхнюю спальню теперь как ну стенки отмыть не удается так как-то полностью снимал спальник чистил зачищал по большей части вычищенные ящики верхние отмыл панель чехлы сейчас занимаюсь нужными картами вы видели какие они были обшивку и вот вот эти вот карты так расскажу сразу они неразборные пришлось высверливать приготовил такие заготовки наклеивать вставлять сеточки и крепить к обшивке так ребят ну вот конечный результат такой получился после перетяжки карт с обратной стороны покажу как я делал я уже говорил конструкция неразборная вот чтобы вынуть эту саму дверную карту нужно высверливать вот таким способом она была запаяна в общем обычным сверлом я рассверливал диаметром таким как самопайка и вытаскивал карту наружу затем после того как я ее перетянул обклеил вставлял обратно и запаивал уже пистолетом вот термический пистолет и в некоторых местах дополнительно еще закручивал саморезом сетку для динамика здесь в этих местах пропайка в двух местах для контроля саморезами также и саму карту тоже вот здесь закрутил вот здесь закрутил вот саморез вот два сейчас еще докручу по углам здесь один и тут для припущей надежности вот как здесь это уже готово вот видите прокручено тут здесь динамики перевесердствовал прикрутил на на 4 самореза вот здесь в дверной карте саморезы тут по углам то так ребят ну результат сами намного симпатичнее чем это было продолжается ребята уборка в автомобиле уже обустраиваюсь закончил чистку навигатор видеорегистратор все приборы оплаты дорог белорусский приборчик на ту сторону я повесил платонный скат по германии ну пока в европу не ездим здесь вот диральные карты я вам же показывал какие сделалось сюда вот на панель тоже приклеил она уже пошарпанная вся была ну вкладышу не к самой панели а к вкладышу вставляется чехлы отдел чехлы нужно менять они уже такие все видите стирал их но не стиралась ничего все равно свежее стали шторки чистенькие свеженькие это здесь тоже вот это вот обшивка кое-как как смог в общем максимально возможно ее почистил но до идеала далеко не берут ее никакие средства я уже думаю дальше в процессе светлым таким кожзамом как я здесь сделал я обтянул обклею вот эти вот все карты боковые потолочные чтобы уже было все чистенько аккуратненько но все это буду делать когда получу зарплату в общем с первой зарплаты то сейчас как бы свои деньги тоже запас проедается пока еще не работаю не выезжаю подготавливаю машину нужно на что-то жить детей в школу собирать решил дождаться зарплаты уже и потом уже приобрету чехлы на сиденье шторки потом со временем поменяю уже такие более презентабельные ну и машинку буду немножко обустраивать здесь приборную доску на приборку как на дафе у меня было приобрету установлю ну а пока во дворе видите у меня стоит машина рабочая спасибо руководству что разрешили ее дома мне оставить и заниматься автомобилем и дела ребята также снаружи обновляю где ржавчина потеки были сейчас покажу сейчас дождик пошел в течение дня все зачищал устранял ржавчину вот подкрасил видите полностью площадку под кузовом сбоку с торца стойки также на бортах потом ленты на баке обновил все ресивера зачистил покрасил в общем занимаюсь потихонечку здесь стоечки тут вот заднюю рамку ворот подкрасил петли в общем привожу в такой презентабельный вид и знаете что я обнаружил сегодня захожу в кузов а вот там с угла льется вода хорошо что вот пригнал ее домой и заметил все это залез здесь еще подклеил тент сверху там в углу была течь так довез какой-то груз или игрушки и намочил бы и довез бы в целости сохранности до клиента ну вот видите все свеженько покрашено с моего инструментального ящика упала подкладка также здесь тоже спереди фасад немножко обновил здесь вот рамка тира была ржавая вот он тирсон вот подкрасил я тоже в цвет нижнюю часть бампера если была конечно краска у меня такая красная я бы в цвет кузова бы покрасил вот видите здесь другой цвет отличается от этого слева справа вишневый цвет здесь такой алый светленький она вообще не открывалась вот здесь был закисший навес вот этот я его с горем пополам вытащил вот он здесь одна часть его обломана вообще он не шевелился кое-как разработала разработала его нагрел горелка и резко остудил и потом он у меня начал потихоньку шевелиться шевелиться он побрызвел в одежку он постоял и все пришел в рабочее состояние в общем сейчас буду устанавливать назад пока такой какой есть вот сейчас полирну еще крышку холодильника отмывали вот видите вот здесь вот гнил вот такой вот в таком состоянии эта петля была ржавая вся вот такие дела так что ребята все потихонечку привожу в рабочее состояние функциональное чтобы в рейс уже выехать полноценный ребята отогнал машину я на территорию предприятия сегодня позвонили сказали буду грузиться завтра на территорию Крыма будет разгрузка город Евпатория старый Крым потом выезжаю через мост или на пароме в Анапу и Краснодар такой маршрут дальше оттуда не знаю куда отправят куда будут грузить если загрузят вот а сейчас иду домой вдоль железной дороги так ребятки настал тот момент когда мы выезжаем в очередную командировку по маршруту Беларусь город Кобрин Смоленск затем Евпатория старый Крым Анапа Краснодар такой нас ждет маршрут Поехали по старинке с территории предприятия нашего замечательного сейчас я еще проеду через дом все по дороге заберу кое-какие документы дополнительные водички наберем холоденькой студеной и поедем на трассу М1 в сторону Российской Федерации набрал яблочек с дерева помидор огурцов с грядок не покупать зачем покупать потихонечку выезжаем за пределы города тут такие лежачие полицейские поставили что совсем не обозначены никак вот видите они лежачие стоячие справа я думаю вы заметили погнали так поскакиваем на М1 с города выехал я буквально метров пятьсот и мы будем на олимпийке вот такой мостик по бетонке проскакать нужно будет насколько я помню не очень покрытие да вот оно началось и поедем вот в ту сторону здесь спустимся с моста вперед где-то мне здесь я так думаю закрепить вот так если сделать практически обзору ничего мешать не будет продолжаем движение солнечный день сменился на пасмурное время 18 25 18 25 нахожусь нахожусь в районе Минска вот так вот я подъезжаю к нему остается работы час 23 и будем становиться на паузу 45-минутную затем продолжим движение уже дальше по маршруту и усилился ветер ветреная погода сегодня вечер устало такие параметры у меня автомобиля в данный момент так ребята промежуточная точка отдыха сейчас на 45 минут здесь нужно будет остановиться осталось у меня въезды 4 минуты всего вот сейчас заедем поужинаем что там транспортники что ли стоят похоже но не они из мест на которых я останавливаюсь когда еду в этом направлении сейчас темнело небо ребята смотрите как тучи какие Надвигаются впереди на горизонте Прямо по маршруту Молния периодически сверкает Но нам дождик нипочем Так, остается Совсем немножко мне проехать, ребята Осталось мне час И девять минут И все, нужно остановиться на паузу Да Иначе будет переработка общего времени До границы остается 130 километров Но я думаю, до ближайшей Беларусь-нефти дамчусь где-то И встану на стояночку А завтра с утреца Пораньше выдвинусь И продолжу Движение в сторону границы Смотрите, ребята, как резко Потемнело на улице И какой дождь мощный пошел Ну, такой И похолодало С 26-ти упало на 21 градус Сразу на 5 градусов Резкая температура Снизилась Вот такой вот ливень Смотрю, впереди Легковая Аварийку включила И противотуманку Вот это, блин, дождь Ветер непонятно откуда То ли слева, то ли справа Сразу так и разберешь Какой-то вроде бы встречный что ли Вот это дождик Давно я такого дождя, ребята, не видел Прямо так мощно Лукер, будь здоров Температура продолжает снижаться Уже 19 градусов Ну, даже если там где-то что-то подмокнет Я думаю, в Крыму жара будет Пока до Крыма доедут Просушится все Будем продолжать движение В таком же режиме Слева Легковая пошла на отгон Решился Стою это вроде Да, Камри Или Корова Корова Не ошибаюсь Неважно Вон там у меня вспышка была какая-то Прибор сработал Оплаты дорог Смотрите, обогнал И теперь притормаживает едет Скоро снижается Интересный экземпляр Уже ехал бы Вроде бы как дождь Так Полуфикс и гонца А я сейчас буду его обгонять Начнет все на него лететь Вернее, не обгонять, а опережать Не поддается Я не быстро еду Восемьдесят пять Пишет некуда Машинка помоется Скокла от комаров Откиснут все Будут как новенькие Восемьдесят пять Восемьдесят пять Восемьдесят пять